всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите как всегда кулинарную пропаганду сегодня как уже догадались речь пойдет о выпечке и если быть точным то о булочках с корицей если быть до конца точным то о булочках с корицей из сети пекарен сенабон первая пекарня этой сети была открыта в сиэтле сша более 30 лет назад весь цивилизованный мир обожает бесконечно рассуждать о здоровом питании похудения спортивном образе жизни но судя по стремительному распространению этой сети пекарен по нашему маленькому шарику и по жуткой популярности этих страшно неполезных сладких пышных булочек этот мир безбожно лицемерит на словах все стремятся к одному а на деле обожаю трескать сладкие пышные булки и сегодня собираюсь выступить в качестве эдакого змеи-искусителя начнем готовить тесто предварительно подогретое молоко кладу ложку сахара и 20 граммов свежих дрожжей и старательно размешиваю если свежих дрожжей у вас нет то используйте сухие но помните они очень гигроскопичные и моментально набирают из окружающей атмосферы из воздуха влагу а набрав влагу просыпаются пищи вокруг них нет поэтому они стремительно погибают поэтому храните их в тщательно запечатанном виде в холодильнике а лучше вообще не храните ну честное слово сколько в этом сэкономите на половинки этого оставшегося вашего пакетика дрожжей ну явно меньше чем если вы используете его в тесто потратив кучу продуктов а дрожжи окажутся мертвыми ну сами считайте этому бокальчику надо дать минут 10-15 на пробуждение дрожжей а я тем временем продолжим надо растереть размягченное сливочное масло с сахаром добила совершенно не обязательно для замеса с тестом использовать технику все прекрасно получается в обычной чашке при помощи какой там силиконовой лопатки но раз уж у меня есть планетарный миксер глупо его не используйте более что в комплекте идет вот этот вот замечательный венчик силиконовым ребром процесс взбивания масла можно проводить любым миксером да не только миксером даже например вот таким венчиком это прекрасно делается так что тут нас смотрите масло растерто теперь можно соль и яйца если будете взбивать вручную то яйца по одному так будет проще если же используете механизацию то можно и сразу все выкладывать и заменю силиконовый гребень на венчик и пусть размешивается почему я вначале использовал силиконовый потому что он очень плотно прижимается к стенкам дежи и именно растирает смесь масла с сахаром а теперь вот на этом этапе когда я добавил яйца я заменил все это дело на обычный венчик для того чтобы сбить эту смесь насыть ее воздухом а значит кислородом дело в том что дрожжи и яйца вся эта сдоба очень сильно затрудняет работу дрожжей они в анаэробном режиме потребляя то же самое количество сахара выделяет в три раза меньше кислорода то есть мне сейчас нужно добиться как можно более воздушной смеси чтобы облегчить им работу кстати что нас задрожжаем смотрите запенились значит проснулись значит активные отправлю их уже в дежурку сейчас немного все перемешается и хватит пожалуй пора замешивать тесто добавляю муку предварительно просеянную и устанавливаю крюк для густого теста поехали что касается муки для такой вот выпечки я имею ввиду с большим содержанием сдобы лучше брать сильную то есть с большим содержанием глютена и еще момент я указываю пропорции под этим роликом и в этом видео для яиц среднего размера они у меня 55 56 грамм вместе со скорлупой если вы используете другие надо обязательно пересчитывать все пропорции потому что крупные яйца например в наших краях весят 75 76 грамм то есть 30 процентов разницы учитывайте это тесто замесилась смотрите как эластичная разная мука обладает разные способности к влагопоглощению что раз ты говорил чем более мягкое тесто тем легче работать дрожжам поэтому не переборщите с мукой накрою полотенцем и отправлю бродить общее время выбраживания два с половиной три с половиной часа включу лампочку в духовке ее тепло как раз хватит для оптимальной температуры берегите тесто от сквозняков от них поверхность стремительно подсыхает это и структуру теста ухудшает и условия работы дрожжей тоже становятся мягко говоря не оптимальными всего за время выбраживания нужно его регулярно обминать примерно каждые 30-40 минут подождем смотрите 40 минут прошло дрожжи уже начали работать и тесто поднялось обминаем можно это делать и в планетарном миксере но я хочу показать именно руками частые обминки очень важны в муке содержится белок глютен обычно его 8 12 процентов от влаги он набухает интенсивное вымешивание заставляет склеиваться молекулы глютена в такие длинные цепочки те свою очередь образуют нити нити склеиваются в сетку эта сетка образует эдакий пространственный каркас чем лучше он развит тем лучше форму держит тесто тем лучше она подходит тем легче удерживать углекислый газ тем более пышная выпечка получается поэтому во время обминки не просто выдавливать из теста углекислый газ растягиваете тесто и складываете то есть обогащайте кислородом и развивайте этот самый глютеновый каркас короче не ленитесь и получите по-настоящему пышную выпечку ну и хватит пожалуй отправлю тесто дальше бродить и таким вот образом провожу обминку каждые как я уже сказал 30 40 минут подождем прошло три часа с момента отправки теста на выбраживание я только что завершил последнюю обминку и оставил его отдохнуть дурацкий термин правда можно подумать тесто тут три часа работала и устала на самом деле глютеновый каркас после каждой обминки развивался и сейчас после этой последней тесто как комочек резины очень упругая все глютеновые нити в нем напряжены натянуты если она полежит минут 10-15 это напряжение уйдет и каркас слегка ослабнет соответственно раскатывать тесто будет легче ну пока этот процесс идет я смешаю сахар и корицу сахар взял коричневый что больше вкуса было ну и для красоты картинки конечно кстати вы знаете вообще откуда взялось название пекарен синабон сейчас половина зрителей за такое откровение в экран плюнет для второй половины сообщу это кламбур синамон на английском корица бон на латинском на французском хороший хорошо то есть синамон синабон игра слов ну будем считать что за время болтовни 15 минут прошло магия кино раскатываю тесто нужен прямоугольник примерно 35 сантиметров на 40 на 45 ну вот как то так а теперь начинка сначала смазываю размягченным сливочным маслом да сколько углеводов сколько жиров прощай талия а теперь смесь сахара и корицы и тоже равномерно распределить по всей поверхности и все это может даже немножко прикатать скалкой а теперь остается свернуть плотный рулет чем более плотно свернете тем лучше вот так вот подтягиваете и сворачиваете подтягиваете и и сворачиваете остается разделить на 12 булочек кстати обратили внимание что край я начинкой не смазывал так чтобы он склеился лучше делить можно острым ножом или леской чем вам удобнее любая дрожжевая выпечка перед посадка в печь должна расстояться за время формования из теста я выдавил весь газ и она сейчас очень плотная и надо дать 60-70 то то и 75 минут дрожжам снова сделать тесто пышным булочки укладываю на противень застеленной бумагой для выпечки начинка сплошной сахар в духовке точно потечет вот чтобы не приклеилась противню намертво и нужна бумага затяну пленкой чтобы беречь от пересыхания и оставлю в таком вот виде в теплом месте духовку уже сейчас надо раскочегаривать до 180 190 градусов встретимся через час с лишним и так булочки присоялись можно отправлять их в духовку и подготовьте сразу стакан воды надо сразу же увлажнить атмосферу внутри от высокой температуры внутри печи поверхность булочек тут же начинает стремительно подсыхать и на них начинает образовываться такая сухая корочка после чего теплота начинает постепенно проходить внутрь булочек и газ который содержится в тесте пытается расшириться если к этому моменту моменту расширения газа корочка уже образовалась то она не дает вашей выпечки подняться так как это могло бы произойти поэтому очень влажная атмосфера внутри духовки сильно замедляет процесс образования этой корочки и в результате вы имеете настолько воздушную настолько пышную выпечку насколько того заслуживаете выпекаться не будут 20-25 минут а значит есть время приготовить крем-глазурь тут все просто понадобится взбить размягченное сливочное масло сахарную пудру сливочный сыр типа маскарпоне или филадельфии и немного ванили у меня ванильный экстракт взбиваю в своем агрегате пара минут жужжание и крем готов подождем окончание выпечки вот такие булочки у меня получились аромат свежей выпечки валит с ног мне кажется что от одного только запаха у меня уже сало начинает на боках расти глазурь надо наносить на еще горячие булки так она сильнее растечется отрезкать их можно как теплыми так уже и остывшими горячими не надо пока они горячие в них еще много влаги но вот когда они слегка остынут лишняя влага уйдет и выпечка станет еще более воздушная ну что а теперь впечатление смотрите какой мякиш красота пахнет чудовищно ароматный чудовищно неполезный для боков и задницы ну потрясающе вкусный извините за неполезные рецепты спасибо за компанию и всем пока спасибо за просмотр!